На Украине выйдет свой суперкар Химера Q с тысячесильным движком. Автор концепта – украинский бизнесмен и автомобильный коллекционер Андрей Джизовский, который сейчас живет в Европе. И если верить его страничке в Facebook, Андрей обитает в Монако. Кто конкретно занимался разработкой дизайна Химеры, пока неизвестно. Хотя в плане внешнего вида к авторам есть один вопрос. Почему Химера Q так сильно похожа на Lada Raven? Сам автор говорит, что у него есть патент на дизайн Химеры. А на вазе никто и никогда не слышал о Lada Raven. Я думаю, мужик просто прошаренный, понял, что концепт дизайна Дмитрия Лазарева пользуется интересом. И юридически этот дизайн можно использовать и даже запатентовать. Я считаю, что он прав. И кусайте локти, кто скажет, что мужик сам ничего не сделал и так далее. Он нашел возможность и реализовал ее. Поздравим украинского предпринимателя и пойдем дальше. Где будут собирать Химеру? Химера Q создавалась в Европе. Там же ее и будут производить. Сборка Химеры организуют на предприятии в Барселоне, где уже трудятся 10 человек. Создателю не исключают сборку и на Украине. В частности, Джизовский отмечал, что такой автомобиль реально было бы собирать и на украинском предприятии. Но этому мешают высокие налоги и отсутствие инфраструктуры. Поэтому производство планируют организовать в Испании. Кстати, как по-вашему правильно говорить? На Украине или в Украине? Нажмите на паузу и напишите свой ответ в комментариях. В конце видео я скажу правильный ответ. О технических характеристиках Химеры Q создатели особо не распространяются. Известно, что на данный момент Химера существует в двух исполнениях. С бензиновым мотором от Audi R8 мощностью 1200 л.с. И с электрическими двигателями суммарной мощностью 1000 л.с. В будущем автомобиль, скорее всего, будет электрическим, хотя возможна и бензиновая версия. Мощный электродвигатель будут разгонять Химеру до 350 км в час. И вполне возможно, что украинский спорткар поборется за место в таком престижном рейтинге, как топ-10 самых быстрых машин в мире. Хотя я в этом сомневаюсь. Разгон до сотни обещают менее чем за 3 секунды. А это значит, что он сможет потягаться с таким электромобилем, как Тесла модель S и Жигулеслы Жоры Каревазова нашей отечественной гордостью. По словам авторов проекта, Химера Q будет стоить около 700 тысяч евро. Цена весьма впечатляющая. Хотя, если вы посмотрите на ценник самого дорогого автомобиля в мире, то 700 тысяч покажется вам копейками. А уж если сравнивать с раритетами из топ-10 самых дорогих авто, то окажется, что цена Химеры это вообще не деньги. Главное, чтобы автомобиль действительно того стоил. Но, боюсь, даже канувший в лету проект Маруси был куда более продуманный. А тут пока просто пыль в глаза и не боли. Хотя я двумя руками за, если этот автомобиль выпустят по более низкой цене. К концу 2017 года Суперкар должен пройти последние испытания и появится в продаже. Химера уже прошла европейскую сертификацию. Осталось пройти краш-тесты и амологизацию. Чтобы начать полномасштабное производство этого автомобиля, завел Жизовский. По словам бизнесмена, на автомобиле уже есть 10 предварительных заказов из Европы и Арабских Эмиратов. Ну что, пожелаем энтузиасту удачи, поддержим его лайками и пишите в комменты, что думаете про этот концепт. Уверен, автор нас услышит. И напоследок, пока не забыл. Я же обещал вам рассказать, как правильно говорить на Украине или в Украине. Итак, правильный ответ на Украине. Так же, как и на Урале, на Волге и так далее. Это территориальная принадлежность. На сегодня это все. С вами был Турбообзор. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok